добрый вечер здравствуйте здравствуйте мы приветствуем вас на канале крипто commons и в сегодняшнем выпуске news блок крипто мы расскажем вам о самых важных о самых горячих и самых свежих новостях из мира крипто и так сегодня мы вам обязательно расскажем а вы непременно узнаете что объем биткоина на бирже упал до минимума с декабря 2017 года что байбет окажется в очень большой беде если подтвердиться ее использование американскими инвесторами для перевода средств на coinbase новый и важный инсайт от генерального директора binance ричарда тенга а биржа полоник возобновляет свою работу после чудовищного взлома на 100 миллионов долларов а завершить наш выпуск краткий обзор по рынку от аналитика айвана лилджиквиста мы очень ценим ваше время поэтому кратко и только о самом главном оставайтесь с нами и так объем биткоина на биржах упал до минимума с декабря 2017 согласно последнему анализа sentiment объем биткоина на биржах постоянно смещается в сторону самостоятельного хранения что также совпадает со снижением уровня доверия к крипто биржам общий объем биткоинов на биржах снизился до уровня 5,38 процента что стало самым низким показателем с декабря 2017 года компания также сообщает что 10 крупнейших биржевых кошельков тезер в совокупности содержит 15 и 23 сотых миллиарда что подняло покупательскую способность бирж до самого высокого уровня за 17 месяцев если посмотреть на инфографику представленный sentiment то можно обратить внимание на очень интересный нюанс примерно с января по мая 23 года объем биткоинов на биржах не сокращался при этом объем тезера уже начинал свой рост переломный же момент произошел в июне и хоть конечно же ничего гарантировать нельзя данная ситуация все же очень ярко показывает что глубоко базовые вещи в составе рынка принципиально поменялись а это становится еще одним очень весомым аргументом в пользу того что бычий рынок все-таки начался биржа bybit похоже оказалась в серьезной ситуации если подтвердиться ее использование американскими инвесторами для перевода средств на coinbase сегодня утром coinbase проинформировала часть своих пользователей о повестке в суд получены от комиссии по торговле товарными фьючерсами си ftc повестка в суд является частью расследования сети си в отношении биржи bybit криптовалютной платформы расположены в дубае план состоит в том чтобы отслеживать переводы с bybit на coinbase особенно с участием американских пользователей чтобы проверить не нарушает ли bybit правила предлагая услуги клиентам в сша напомним что bybit является одной из наиболее широко используемых и крупных платформ для торговли на рынке деривативов в общем похоже что недавнее заявление от сети си относительно того что бинанс это лишь начало является правдой а с учетом того что нельзя просто так взять и начать соответствовать законодательству не оставив никаких следов истории очень вероятно что регуляторы сша прокошмарит большинство платформ напомним что ранее в этом месяце даже до платежного монстра paypal дотянулись руки сек paypal получила повестку в суд из-за своего ранее анонсированного стейбл коины paypal usd продолжает наш выпуск интервью бломберг генерального директора ричарда тенга проливающая свет на будущей компании ричард вашими основными инвесторами остаются сизи и партнеры ты ощущаешь право разорвать это наследие действительно изменить бинанс на самом деле бинанс была и остается крупнейшей глобальной крипто биржей поэтому мы первые попали под эту проверку а теперь как вы знаете мы должны соответствовать законодательству при этом мы занимаемся решением проблем в сша после чего внимание будет направлено и на других игроков скажу так и вот почему отвечая на твой вопрос должен сказать мы выстраиваем бизнес с позиции силы также без доверия сизи и других лидеров и очевидно что без доверия и тысяч сотрудников которые с нами работают которых я очень ценю я бы не получил эту должность и эта должность даже с учетом изменяющейся и взрослеющей индустрии в направлении значительно большего регулирования бизнеса требует от нас продолжение работы со всеми важными вовлеченными и заинтересованными сторонами продолжать стремиться вперед и способствовать развитию этой индустрии таким образом я уверен в том что мы продолжим свой рост с позиции силы вот почему я принял эту должность и буду использовать весь свой имеющийся опыт и приложу все силы чтобы обеспечить наш успех в будущем сохранят ли позиция ключевые управленцы в компании все основные ключевые позиции команды сохранятся это важно у нас очень высокая экспертиза ключевой команде но одновременно с этим мы продолжим инвестировать также и в человеческие ресурсы в таланты что является очень важным в индустрии ведь она развивается очень быстро все развивается появляются новые разработки поэтому и мы продолжим инвестировать в себя и улучшать свою компанию включая таланты а также продолжим значительные инвестиции в нашу программу соответствие законодательству поэтому я уверен что мы продолжим активно расти важный вывод из новости в том что binance уверенно стоит на ногах но если присмотреться к тому что написано между строк то можно увидеть они продолжают активно и агрессивно инвестировать в себя в свои таланты и в новые технологии а выводы относительно того что означает инвестиции в собственное развитие сделайте сами биржа полоникс после взлома на 100 миллионов долларов возобновляет свою работу полоникс объявила что собирается возобновить услуги вывода и внесения депозитов после серьезного взлома безопасности что стало важным позитивным событием для крипто индустрии взлом привел к тому что 10 ноября полоникс потеряла 100 миллионов долларов что остановило работу и вызвало значительную тревогу среди пользователей и более широкого крипто сообщества биржа заявила что возобновление работы будет осуществляться поэтапно при этом первоначальное внимание будет уделяться безопасности пользователей процесс начнется с повторной активации депозитов и снятия средств для трон собственного токена блокчейна трон основанного джастином саном поддержка трон начнется в 2 часа ночи по utc 30 ноября в течение следующих нескольких недель будут возобновлены услуги по вводу и выводу средств для биткоина эфира и других основных криптовалют за последние два месяца собственные крипто компании джастина сана стали жертвой четырех хакерских атак что привело к убыткам на сумму около 240 миллионов долларов это включает как потерю значительных средств полоникс так и биржи htx но несмотря на неоднократные взломы джастин сан заверил пользователей что им будут возмещены убытки на всех платформах в общем как говорится в известной поговорке хочешь сделать человеку хорошо сделай сначала плохо а потом так как было но главное чтобы из этих проблем были сделаны правильные выводы а репутация данных платформ со временем была восстановлена так что пожелаем джастину удачи и движемся дальше и завершает наш выпуск что-то важное от айвана лил джеквиста более известного как айван он так айван сегодня мини пятница поэтому порадуй и удиви нас конечно ребят смотрите биткоин сегодня это не то же самое что биткоин завтра вот и все вот и все сейчас он гораздо больше сейчас все начинает разгоняться и объединяться а карта к мировой адаптации распространения биткоина для меня очень понятно все все предельно ясно ведь вариант использования биткоина очень хорошие чел эти применения я люблю их сегодняшнее применение крипто чел это свобода то что ты можешь делать и без каких-либо разрешений от истеблишмента о сатоши мой ребята вот его применение люди спрашивают а какое применение вот применение вот это применение спасибо айван невероятно емко и кратко так что даже добавить и нечего кроме того что пока сегодня мы готовили этот выпуск майкл сейлор вместе со своей microstrategy взял и купил еще 16 тысяч биткоинов на общую сумму без малого 600 миллионов долларов вот ведь красавцы правда или на этой позитивной ноте мы с вами прощаемся желаем отличного вечера и до встречи в следующем выпуске